Севастополь Во всех странах постсоветских, выходящих к Черному морю, раньше ни одной марины, удостоенной этой награды, не было. Международная награда «Голубой флаг» с 1987 года присуждается яхтенно-катерным стоянкам и пляжам, отвечающим высоким экологическим стандартам и обладающим качественными средствами безопасности и сервиса. И царская пристань не исключение. Объект яхтенно-катерная стоянка «Марина» соответствует всем требованиям нескольких десятков критериев, касающихся безопасности, раздельного сбора отходов, заботе об окружающей среде, а также она дружественна для инвалидов-колясочников. Стоянку «Царская пристань» в Южной бухте обустроила и открыла в 2011 году российская компания «Красотель Девелопмент». Чтобы добиться международного признания, в сфере инфраструктуры и менеджмента был проведен целый комплекс мероприятий. Когда мы открылись, мы начали задумываться о том, как развивать, как международный уровень как-то выходить, как поднимать статус яхтенной столицы Крыма и Севастополя. Но возникла такая идея, и мы ее воплотили в жизнь. Воплощенная в жизнь идея работает на радость капитанов, бороздящих морские просторы и швартующихся у причала в «Царской пристани». Был в Средиземке, видел достаточно Марины, Италия, Хорватия, Греция. В сравнении с Европой, скажу, что эта стоянка достойная, выглядит на уровне, даже некоторым даст форы. Замечательное место, замечательная организация, замечательные люди. В праздники принимали участие воспитанники детской морской флотилии, которой «Царская пристань» с начала своего существования оказывает шефскую помощь. Победители творческого конкурса поделок, рисунков и медиапрезентации на морскую тему получили от «Царской пристани» подарки. Я занимаюсь в флотилии два года. Мы изучаем морские шлюпки, у нас морская практика летом. И в конкурсе я сделал коробку из морских ракушек, и там внутри дельфина. Мне подарили книгу. Мне очень понравилось. Никита честно признался, что изготовил поделку не вполне самостоятельно. Ему помогали бабушка и мама. Но это ведь не главное. Главный результат в том, что дети научатся действительно в понимании морского воспитания уважать море, научатся любить мировой океан, научатся не сорить, научатся многому, что в дальнейшем во взрослой профессиональной жизни моряка будет им нужно. Все это мы благодаря нашим соседям поддержки «Царской пристани» получаем. Высокую международную награду руководство компании «Красотель Девелопмент» оценивает как результат совместной деятельности с севастопольскими городскими властями и службами, и как символ к достижению еще больших высот. Хотел бы поблагодарить севастопольскую городскую администрацию, горсовет, все подразделения, связанные с морскими отношениями, таможенные, пограничные, все экологические предприятия наши за помощь в нашем развитии. Мы будем стараться развиваться дальше на благо нашего города-героя Севастополя. Поднятие голубого флага над «Царской пристанью» повысило экологический статус не только яхтенной стоянки, но и всего Севастополя. Города, который все мы очень любим и поэтому всегда хотим видеть красивым и чистым. Наталья Новикова, Руслан Аблемитов, Пульс Города. Руслан Аблемитов, Пульс Города.